Списки должников по оплате коммунальных услуг, расклеенные в подъездах, уже привычная картина для России. Однако публичное порицание, похоже, не работает. Ежегодно общая сумма долгов растет все быстрее. К концу 2023-го эта цифра перевалит за 1 триллион рублей. Первое, значит, ограничение по доходам и рост тарифа. Вторая причина, это, собственно, связано вообще с общей дисциплиной платежной. Знаете, когда в ситуации не до закона, когда, в общем-то, тут сотни тысяч трупов и вся система идет в разнос, люди думают, а что я должен платить? И вот эта вот платежная дисциплина, а что они мне сделают? С долгами по коммуналке Россия живет давно, но в течение последних трех лет ситуация заметно ухудшилась. Задолженность стремительно нарастала, как снежный ком. До 2020 года собираемость коммунальных взносов по дому держалась на отметке 90-95%. Сегодня этот показатель опустился до 70-80%. В денежном выражении падение довольно ощутимое. Правительство пытается покрыть образовавшуюся дыру путем увеличения стоимости тарифов, однако этот метод показал свою неэффективность, говорят аналитики. В жилищно-коммунальном хозяйстве уже долгие годы действует принцип. Те, с кого можно получить деньги, платят за тех, кто может себе позволить не платить. А индексация тарифов нацелена на компенсацию выпадающих из-за неплатежей доходов за поставленные услуги. Рано или поздно этот порочный принцип должен был рухнуть. Что и произошло в этом году. Тех, кто может платить, стало меньше, а тех, кто не способен, больше. Сергей Креков, лидер общественного движения, народный жилищный инспектор. Астрономических размеров достигли долги россиян и по кредитам. Согласно официальным данным, по состоянию на сентябрь общая сумма долгов превышает 32 триллиона рублей. С начала 2023 года этот показатель вырос на 10%. У граждан ощутимо сократились доходы, которых теперь недостаточно, чтобы платить по счетам. Общая платежная дисциплина падает, общее качество макроэкономической политики падает. И банки, понимаете, в случае чего, есть же еще самый замечательный источник пополнения ресурсов и залезания в карман населения, это инфляция. Включат денежный печатный станок, напечатают, обвалят рубль, цены будут там 20-30%. Вот эта инфляционная составляющая, девальвационная, является тоже дополнительным источником покрытия долгов, которые мы наблюдаем у организации данного сектора. Примерно половина от общего числа должников, а это 21 миллион человек, не оплачивает свои обязательства по кредитам. А треть тех, кто выплачивает долги, тратят на это более 50% от своего заработка, что говорит о низком уровне доходов россиян, отмечают эксперты. Василий Понасек для телеканала Freedom.